Фильмы ужасов Фильмов безусловно пугают, но реальные истории, ставшие основой для этих фильмов, пугают еще больше. Фильму «Последний дом слева» предшествовала большая маркетинговая кампания, в которой зрителям говорилось «Это всего лишь кино». Но как вы будете чувствовать себя, если подобные фильмы будут основаны на вполне реальных событиях? Сейчас вы увидите подборку жутких реальных событий, которые в дальнейшем стали основой для некоторых по-настоящему страшных фильмов. «Волчья яма» — это австралийский фильм ужасов о трех туристах, пути которых пересеклись с серийным убийцей Миком Тейлором. Это был ужасный монстр, который бродил по австралийской глубинке в поисках новых жертв, чтобы убить их и снять с них кожу. Все это довольно страшно, не так ли? Однако у «Волчьей ямы» есть вполне реальная основа. Она снята по мотивам серийных убийств, совершенных маньяком по имени Иван Милат. Как и его коллега в фильме, Милат охотился на туристов в австралийской глубинке. Он вырос там, был охотником и использовал свои навыки, чтобы делать ужасные вещи. В отличие от Тейлора, Милат не сдирал кожу со своих жертв. Однако он был не менее жестоким. Милат отрицал свою причастность к убийствам даже тогда, когда было обнаружено несколько наполовину разложившихся тел. На телах были обнаружены доказательства того, что все эти люди погибли ужасной смертью. Многим из своих жертв Милат наносил удар ножом в основание позвоночника, что вызывало паралич. После этого он либо расстреливал неподвижных людей, либо избивал, а потом обезглавливал их. Тела он просто бросал в пустыне. От его рук погибло как минимум 7 человек. 27 июля 1997 года Милат был осужден на 7 пожизненных сроков. Этот тяжелый фильм был создан по мотивам реального убийства Сильвии Лейкенс, жившей в 1965 году в Индианаполисе, штат Индиана. Родители оставляли Сильвию и ее сестру на попечении няньки по имени Гертруда Бонежевски. Платили ей 20 долларов в неделю. Не получив один из платежей вовремя, Бонежевски превратила жизнь девочек в ад, а Сильвия стала главным объектом издевательств. Бонежевски призывала своих детей и других детей с округи мучить Сильвию. Сначала она тушила о ее кожу сигареты, потом дошло до побоев и сексуального насилия. В конце концов Сильвия была заперта в доме, как в тюрьме. Потом Сильвия подслушала, как Бонежевски говорит с 14-летним соседом по имени Ричард Хоббс о том, как она планирует оставить девочку в лесу с завязанными глазами за то, что она пыталась убежать. Сильвию схватили, связали, затем Бонежевски с помощью швейной иглы написала на животе девочки английскую букву «Ай». Потом она дала иглу Хоббсу, который предлагал вырезать на груди девочки фразу «Я проститутка и горжусь этим». Сильвия погибла в результате сильного удара по голове 26 октября 1965 года. Когда прибыла полиция, они нашли ее тело, лежащее на грязном матрасе. Было видно, что ее морили голодом, все тело было покрыто синяками и на нем было более ста сигаретных ожогов. Бонежевски, ее сын Джон, дочь Пола, друг Полы Кой Хамбард и Ричард Хоббс были арестованы по обвинению в убийстве. Бонежевски была признана виновной в убийстве первой степени. Пола была признана виновной в непредумышленном убийстве. Подростки также были признаны виновными в непредумышленном убийстве, и сроки их заключения варьировались от 2 до 21 года. Один из самых шокирующих и по-настоящему страшных фильмов – это фильм Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола», выпущенный в 1973 году. Фильм рассказывал о 12-летней девочке по имени Риган, которая стала одержима древним демоном, а два католических священника пытаются изгнать демона из тела девочки. У автора романа, на котором основан фильм, идея его написать возникла после случая, произошедшего с мальчиком по имени Роланд Доу или Робби Мангейм. Он родился, предположительно, в 1936 году и жил в штате Мэриленд с семьей, которая и начала замечать связанные с ним странные явления, такие как самопроизвольно движущиеся фотографии и царапающие звуки. В 1949 году два католических священника из Сент-Луиса провели несколько обрядов экзорцизма. Когда они это сделали, мальчик начал говорить на латыни, хотя никогда не знал этого языка. Также он начал плеваться, а сыпь на его коже вдруг изменилась, и из нее сложились слова и цифры. Годы спустя Уолтер Хеллерон, один из священников, участвующих в экзорцизме, сказал, что мальчик, возможно, просто повторил латынь, которую ему говорили священники. Он действительно плевался, и на нем действительно была красная сыпь, но она не принимала различные формы. В фильме «Человек-мотылек» с участием Ричарда Гира, жизнь репортера Джона Кляйна превращается в хаос, когда он и его жена попадают в автокатастрофу. Ему не дает покоя образ большого существа с большими красными глазами и серыми крыльями. Это существо он видел до аварии. Потом Джон оказывается в Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, при этом он не помнит, как туда попал. Оказавшись там, он начинает расследование о других случаях наблюдения этого загадочного существа. Вскоре Кляйн понимает, что существо всегда появляется перед трагедией. В трейлере к фильму говорилось, что «Человек-мотылек» основан на реальных событиях. Начиная с 15 ноября 1966 года по 15 декабря 1967 года, десятки людей в Point Pleasant сообщали о том, что видели большое существо, похожее на гигантскую моль с большими красными глазами. Все эти наблюдения произошли накануне обрушения моста Сильвер-Бридж. Он обрушился во время часа пик, 48 человек погибли. По мнению некоторых, гигантская моль была послана для того, чтобы предупредить местных о надвигающейся катастрофе. После того, как мост рухнул, мотылька в Point Pleasant больше не видели. В этом фильме ужасов серийного убийцу, практикующего вуду, по имени Чарльз Ли Рей, убивают в магазине игрушек. Его душа перемещается в ближайшую куклу, а кукла затем попадает в руки 6-летнего мальчика Энди. Куклу называют Чаки, и она начинает убивать, а заключенная в ней душа убийцы пытается завладеть телом Энди. Это звучит безумно, однако у Чаки был прототип, реальная кукла по имени Роберт. В 1903 году трехлетний Роберт Юджин Отто получил куклу от слуги с Багамских островов. Отто назвал куклу в честь себя, и с тех пор они были неразлучны. Вскоре после этого родители Отто начали слышать два голоса, доносящихся из спальни мальчика. Один голос принадлежал Отто, второй – нет. Каждый раз, когда родители входили в комнату, все было в порядке. Отто вырос, женился, но так и не избавился от своей куклы. Она сидела в его комнате, в доме в Вест Кис, штат Флорида. Проходящие мимо дома дети клялись, что кукла иногда смотрит на них из окон, причем из разных. В середине 70-х годов Отто и его жена умерли, и в дом, где остался Роберт, переехали новые жильцы. Они утверждают, что время от времени слышат хихиканье, а лицо куклы сильно изменилось. В 1994 году Роберт был передан в музей Ки-Уэста, и был помещен под стеклянную витрину, где его можно увидеть и сегодня. Этот малобюджетный фильм 2003 года основан на ужасной истории. Что будет, если нырнуть с аквалангом посреди моря, а лодка, с которой вы ныряли, уйдет без вас? Но именно это и случилось с семейной парой из Баттон-Руж, штат Луизиана. 25 января 1998 года 34-летний Том Лонерган и его 29-летняя жена Эйлин вошли в состав группы дайверов, отправившихся к рифу Святого Криспина, входящему в состав Большого Барьерного рифа в Австралии. Лодка с дайверами ушла до того, как Лонерганы вынырнули на поверхность. Никто не заметил, что пара пропала, о них вспомнили только через два дня, когда на лодке нашли их сумку. После этого была начата поисковая операция, но никаких следов пары найдено не было. Считается, что они утонули в море. В этом фильме молодая пара находится в изолированном доме. Их терроризирует группа странных людей в масках с явным намерением убить. В рекламных трейлерах фильма утверждалось, что он был основан на реальных событиях. Одной из реальных предпосылок к этому фильму послужили убийства семьи Мэнсонов. И параллели с их историей хорошо прослеживаются в фильме. Семья Мэнсонов зарезала семь человек, ворвавшись в их дома. Тем не менее, основой для фильма служит и еще одно не менее ужасающее преступление, которое известно как убийство в Кэдди. В 1981 году в Сьерра-Неваде, штат Калифорния, Сью Шарп и пятеро ее детей в течение двух месяцев арендовали небольшой домик на популярном курорте Кэдди. Утром 12 апреля Сью, ее 16-летний сын и его 17-летний друг были найдены связанными скотчем и проводами. Все были убиты. На телах были следы жестоких побоев. Вся мебель в комнате была переломана. На стенах комнаты были следы крови. Тела обнаружила 14-летняя дочь Сью, которая в ночь убийства спала в другом домике. На сегодняшний день это убийство до сих пор не раскрыто. В фильме 2006 года «Потерянный», основанном на романе Джека Кэтчема, рассказывается история харизматичного психопата по имени Рэй Пай. Пай – 20-летний парень небольшого роста, пользующийся успехом у девочек-подростков. Однажды ночью, во время похода со своими друзьями, Пай убивает двух невинных девушек из соседнего кемпинга и заставляет своих друзей помочь ему скрыть следы преступления. Спустя год друзья так ничего и не рассказали о его преступлениях, однако психика Пая не выдерживает, и он сходит с ума. Прототипом Рэй Пая послужил Чарльз Шмидт, популярный и богатый 22-летний молодой человек, живший в городе Туссон, штат Аризона, в 1964 году. Шмидт тоже был невысокого роста и носил ботинки на высокой подошве для того, чтобы казаться выше. Еще он и носил на лицо макияж для того, чтобы скрыть родинки. 31 мая 1964 года подруга Шмидта по имени Мэри Френч и ее друг Джон Сандерс познакомили его 16-летний Эйлин Роу. Через некоторое время Шмидт изнасиловал Роу, а потом забил ее до смерти и сбросил тело с высокого утеса. Затем Френч и Сандерс помогли ему похоронить тело убитой. Спустя год тело Роу все еще не было найдено, и никто не знал, где ее искать, однако Шмидт признался своей новой подруге Гретхан Фритц, что это он убил Роу. В августе 1965 года Шмидт собрался порвать Гретхан, но когда он попробовал это сделать, она заявила, что пойдет в полицию и расскажет об убийстве. Шмидт задушил Гретхан Фритц, а затем убил ее 13-летнюю сестру Венди. Их тела он затем похоронил в пустыне. Однажды Шмидт показал места захоронения другу, который и обратился в полицию. Шмидт был приговорен к пожизненному заключению и трижды пытался бежать. 20 марта 1970 года Шмидт был убит в тюрьме. Город, который боялся заката, это фильм категории B, действие которого происходит в маленьком городке штата Арканзас. История рассказывает о том, как человек, одетый в белый капюшон, убивает случайных людей в течение четырех месяцев. В основу фильма были положены убийства, происходившие в 1946 году в Таксаркане на протяжении 10 недель. Убийца из пистолета расстрелял 8 человек, только трем из них удалось выжить. Двое из выживших сказали, что фантом был одет в маску из белой ткани с отверстиями для глаз. Все эти убийства до сих пор остаются нераскрытыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова